Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Марина Давыдова, театральный критик, программный директор Зальцбургского театрального фестиваля и драматург. Потому что Марина в последнее время все больше и больше пишет пьес. В частности, сейчас идет ее такой перформанс уже больше года, как я понимаю, «Музей неучтенных голосов», куда приезжает из Риги играть Чулпан Хаматова, уже больше года на европейских площадках, и готовится к постановке ее пьесы «Land of no return». Не имеет перевода на русский официального, но, так скажем, «Земля, откуда нет возврата». Марина, я хочу поговорить сначала вот этой вот «Земля, откуда нет возврата» и «Музей неучтенных голосов». Эти две пьесы – это что? О гибели империи? «Land of no return» – это вот это вот, в любом случае, это два текста о людях, которые задавлены обломками империи? Начнем с того, что в одном случае это действительно пьеса. «Land of no return» – это пьеса. Что касается «Музей неучтенных голосов», то это не пьеса и не перформанс, это такой перформативный спектакль, которому я писала текст, как бы сразу с экспликацией режиссерской, потому что я вообще как режиссер. И это два совершенно разных жанра, абсолютно. Но тематически два этих текста связаны друг с другом, и сочиняла я их практически параллельно. Я начала это делать вскоре после вот этой своей вынужденной эмиграции в марте 22-го года. И, конечно, она послужила каким-то триггером, каким-то спусковым крючком, да, потому что я даже не знаю, смогу ли я сейчас в такой же степени интенсивности продуцировать какие-то тексты. А тут я делала это действительно очень сложно, параллельно писать два разных произведения. Но вот мне это было делать отчасти легко, потому что меня, с одной стороны, захлёстывали эмоции, с другой стороны, это вынужденная эмиграция. А так случилось, что я вот стала как бы изгнанником, да, потеряла свое прошлое дважды. И это как-то замкнулось вот у меня в сознании. И как бы спросили, о чём эти тексты. Ну, понимаете, я надеюсь, что о них невозможно, на этот вопрос невозможно ответить одной фразой, иначе они были бы просто плохими. Но в известном смысле, в известном смысле, можно сказать, да, что они о распавшихся империи, которая пытается, так сказать, себя, гальванизировать свой труп, да, сейчас, о человеческих кульпах внутри этих распавшихся империй, о сложных историосовских вопросах, которые не очень сложно, очень часто действительно не имеют никакого простого решения. Решение или разрешение, да. Вот я хотел поговорить. Вот нашим зрителям и слушателям, скажите, вот вы сказали, что вы дважды, ведь у вас действительно собственный опыт, вы как бы дважды уходили от империи, да, из Баку в 90-м году, да, вам пришлось уехать. Вот, вы же из армянской семьи, да, и в 90-м году из Баку вам пришлось уехать, и в 22-м году из Москвы. Ну, это не совсем так. Да, у меня отец был армянином, и я уехала из Баку в Москву раньше, просто потому что я поступила в ГИТИС, но в 90-м году как бы все, что связано с Баку, да, ну, то есть там какая-то родительская квартира, семейный архив, там, сестра, которую я за неделю до погромов спасла оттуда и так далее. Вот, да, действительно, это такое отсеченное прошлое, в которое для меня не стало возврата, да, и там родительские могилы, уничтоженные на армянском кладбище. То есть вот это абсолютно отсеченное прошлое, потерянное, в которое я не могу вернуться. И, ну, в 22-м году, да, это какое-то повторение этой истории, и это две такие точки рэперные, да, между которыми располагается вот сюжет пьесы, если мы говорим сейчас о пьесе «Ланна у Нори Чан», охватывает, в общем, почти 40 лет. Она не очень длинная, эта пьеса, но в каком-то смысле такая немножко эпопея с небольшим количеством, правда, действующих лиц, но, тем не менее, довольно широкий географический и уж тем более временной охват. Вы знаете, я подумал, что действительно, вы своим сюжетом, своей жизнью здесь как бы повторяете сюжет жизни населения империи, где регулярно обнуляется прошлое. Мне в детали очень интересно, вот я читал из ваших интервью, что вот вы посылали запрос в Баку, да, и вам сказано, что такая тут вообще не жила. Это традиционный ответ, это не только я его получила, просто, понимаете, у нее всякий человек обладает возможностью донести информацию до каких-то какой-то широкого круга аудитории, да, а вообще это, как я понимаю, это стандартный ответ, который дается всем жителям Азербайджана и Баку, имеющим или имевшим армянские корни. Я наполовину армянка, моя мама была русской, но неважно, вы, как бы, вас нету. Они не говорят, мы не выдадим, они не говорят, мы вас презираем, они говорят, вас не существует. Марина, вот такой историасовский вопрос, раз уж вы затронули эту тему, о котором еще Чаадаев задавался. А почему все повторяется, в вашей жизни повторяется? Почему каждый раз повторяется этот опыт страдания? Ну что же, нам отвечается юмористически, по-пелевенски, что космическое предназначение России перерабатывать солнечную энергию в народное горе. Почему в России этот сюжет изгнания, сюжет гибели, сюжет обнуления прошлого повторяется через поколения с совершенно чудовищной регулярностью? Ну, слушайте, это действительно сложный историасовский вопрос, на него можно отвечать как-то совсем от счета. Ну, наверное, история человечества как бы подразумевает какие-то повторы. Другой вопрос, что все-таки каждый раз этот повтор происходит на каком-то ином витке спирали, и все равно, несмотря на это круговое повторяющее движение, оно является одновременно и поступательным, да? То есть какое-то развитие в этом есть. Что касается России, Советского Союза, Российской империи, понимаете, какие слова тут употребить? Да, конечно, тут есть некоторые движения именно не по спирали, а немножечко по кругу. Причем я давно его как бы замечала. Как заевшая пластинка, это не развитие гегелевской диалектической, это заевшая пластинка. Непереваренное прошлое, оно не переваривается, понимаете, оно как бы вот каким-то куском так и лежит в пищеварительных органах. Не, она не входит в химию, в состав истории, да, потому что каких-то трагических, кровавых, ужасных событий очень много и в истории Великобритании, и во французской истории, понимаете, и... Но это как-то переварено, осмысленно, и происходит какое-то движение вперед все-таки, да. В нашем случае, ну, там даже вопрос, как бы, сталинское наследие, ну, боже мой, ну, как бы казалось, что мы уже все проговорили, продумали, осудили, никогда не вернемся к этому, и так далее, вдруг это все оказывается здесь, рядом, и все разговоры, все дискуссии все равно как бы как-то обнуленные такие, да. Ну, да, вот это обновление. Об этом говорить, то я помню, что за много лет моим занятием, потому что я еще и театральный критик, да, и я помню, как я работала в разных газетах, в том числе газете «Известия» около 10 лет, и каждый год мне звонил кто-нибудь, как эксперту, и спрашивал меня, скажите, Марина, что вы думаете о проблеме нецензурной лексики на сцене? Понимаете? Ну, как бы, когда это происходило в каких-нибудь, там, не знаю, 90-е годы, в конце 90-х годов, но потом шли нулевые, нацатые, да, и так далее, и вот это меня просто поразило, как один и тот же вопрос уже казалось бы, там я давала на него ответы, но он не переваривался, да, он не входил в голову, все дальше как бы... Вы сказали здесь да, если даже говорить, вернуться на эту историю Совскую колею, действительно непроработанное, непереваренное прошлое, да, как вот у Эткинда «Кривое горе» памяти непогребенных, то, что каждый раз не погребли ни прошлое Российской империи страшное, травматическое, ни революцию, ни сталинизм, ни разрывы 90-х годов, ни этнические чистки, которые тогда происходили, каждый раз это прошлое остается, как бы, оно уходит с водой, но оно остается абсолютно... И в связи с этим, вот как вы думаете, может, немножко страшновато и нынешнему поколению, кто сейчас живет в России, кто уже за нами, им что, наверное, еще раз придется пережить подобный разрыв, который дважды пережило наше поколение, по крайней мере, те, кто уехал из России в 22-м году? Ну, что же пережить? Они бы, я бы сказала, они бы сейчас переживают. Ну, сейчас в России многие счастливы. Мы говорим о тех, кто более-менее... Рефлексирующих. Рефлексирует, обладает каким-то запасом критического сознания, понимаете? Потому что говорить о людях, которые просто плывут по течению истории, не имеет смысла. Они, в конце концов, вообще мне ничего не определяют. Но ключевой вопрос – это соотношение в обществе тех людей, которые способны к критическому осмыслению прошлого и настоящего, и тех, кто к этому не способен. По всей видимости, у нас эта пропорция способных и неспособных очень, так сказать, печальна. И отчасти это объясняет бесконечное хождение по кругу. Но я бы не стала заниматься, понимаете, фатурологией такой, потому что очень часто не учитываются какие-то вновь возникающие факторы. Ну, например, я не очень знаю, как повлияет на судьбу человечества, а в частности на судьбу России, и, например, какие-то технологические прорывы, которые сейчас… – Искусственный интеллект, да. – Понимаете, они могут… Это может быть такая вводная, как говорят лётчики, по-моему, да, которая очень сильно изменит вообще течение истории и какие-то очертания политической реальности. Я, например, не уверена, что существование в рамках национальных государств или вообще каких-то вот этих государственных образований – это то, на что обречено человечеству навсегда, да. Может быть, это будет перенесено в какие-то экстерриториальные сферы, и человечество вообще будет по другому принципу объединяться в какие-то сообщества. Я очень на это надеюсь. Я вижу в этом, может быть, даже какой-то выход из геополитического тупика, который тоже тебя обнаруживает как… – Или морального тупика тоже какой-то. – Всё-таки, да, завершая вот эту часть нашего разговора и возвращаясь к вашим двум пьесам – «Музей неучтённых голосов» и «Land of No Return», я вот, вы знаете, хочу вспомнить… Напомните, я могу ошибаться, мне кажется, это Бродского цитата, что вот он… Мы думали, что опыт страдания сделает нас лучше, но вот этот опыт пережитого страдания, это вот я сейчас не помню, может быть, это и Ахматова сказал, но мне кажется, это Бродский. – Я не знаю, какую цитату вы имеете в виду, я сейчас не опознаю, но это вообще очень шаламовская мысль, конечно. – Но вот что, опыт страдания не делает нас лучше, что казалось, что люди будут друг другу добрее. Нет, это не шаламов точно, потому что речь считается, что люди будут добрее друг другу, более внимательными, более чуткими, но вместо этого вот это пережитые совместные десятилетия страдания только ожесточили людей. – Ну да, они нормализованы как-то в каком-то смысле, да, когда произошла нормализация страданий, обесценивания какой-то вот этой уникальной человеческой жизни, они, конечно, это очень чувствуются. Я не думаю, что это проблема только России, у меня всякого сомнения, но просто Россия в культурном смысле все-таки до сих пор, и я это очень ощущаю здесь, находясь в Европе, да, воспринимается как часть западного мира, от этого как бы никуда не денешься, и в пределах этого западного, западного европейского мира, конечно, такое небрежение уникальной человеческой личностью, оно как бы сложно с ним смириться. – Ну да, собственно, вы это своими текстами и делаете, возвращая вот эти вот неучтенные голоса, да, именно неизвестных солдат. Опять-таки, мало где есть столько могил неизвестных солдат. В России это норма, на Западе это исключение, в России это норма, что солдат неизвестен, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Мы с этим выросли. – Да, совершенно верно. – Марина Давыдова у нас в программе специальное интервью, мы вернемся буквально через мгновение. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. – А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. – Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – Марина Давыдова, театральный критик, программный директор Зальзбургского театрального фестиваля, режиссер и драматург, автор нескольких пьес, которые сейчас идут на европейских театральных площадках. Марина, хочется поговорить о театре в нынешней России. Такой немножко, может быть, иронический заход. Но действительно, театральный бум. Вот что-то я читаю новости оттуда и напоминает больше всего Берлин с 40-х годов. Как я понимаю, Геббельс лично курировал театры, и в Берлине вплоть до апреля 45-го года открыты были десятки театров. Люди шли на представления мимо вообще дымящихся воронок. Вы можете как-то объяснить нынешний театральный бум в Москве? Ну, конечно, я не тот человек, которому надо задавать этот вопрос, потому что я все-таки больше двух лет уже не нахожусь в Москве, и мне довольно сложно адекватно оценить, что там на самом деле происходит. Я это все отраженным светом вижу по реакции каких-то моих театральных знакомых, оставшихся театральных критиков и так далее. Меня несколько удивляет, я не буду этого скрывать, и иногда даже кажется комическим, как много там согласно реакциям театральных людей происходят потрясающие совершенно события, ну, почти их шедевры какие-то появляются в театре. Я говорю сейчас не об официозной критике, поймите меня правильно, я говорю именно о той части театрального сообщества, которое как раз совершенно адекватно, и которое занимает такую же политическую позицию, как и я. Может быть, не может об этом кричать и говорить, но я знаю эти настроения. Я нахожусь сейчас в центре Европы, и имею возможность смотреть спектакли лучших театров, и должна спечальше сказать, что, в общем, с моей точки зрения, театр сейчас переживает какой-то кризис тут. А в России, опять же, судя по этим реляциям, вот что-то какой-то необычайный подъем. Отчасти я это списываю на то, что, ну, просто сбиваются, так сказать, стрелки и кажется шедевром то, что... Ну, потому что, когда вне контекста начинаешь существовать и в замкнутой системе оценки совершенно другими становятся. Но у меня есть и иной ответ на этот вопрос. Понимаете, вообще такая удивительная зацикленность российских людей на театре, а она существует, я это прям физически ощущала и ощущаю. Такая почти детская радость от того, что что-то там в театре происходит, она, это, конечно, компенсаторика. Понимаете? Вот в ситуации, когда у людей нет никаких других способов, ну, как бы, отсечена возможность какой-то политической нормальной жизни, отсечена возможность существования в нормальном медийном пространстве, его просто нету, да, она убита. И масса сфер жизни, и невозможно жить их в полной мере, да, то вот существование в таких иллюзорных мирах, которым является театр, это самый заманчивый из всех иллюзорных миров, понимаете? Потому что это просто, это трехмерное пространство, в которое входят живые люди, да, и это не может себе позволить ни кино, ни живопись, ни литература, они гораздо менее, как бы, иллюзорны. А театр, да, это возможность построения буквально каких-то параллельных миров. И он более спонтанен, потому что эту живую театральную эмоцию невозможно ни отконтролировать, ни отцензурировать. Да, и понимаете, меня, с одной стороны, поскольку я театральный критик, и вообще человек, который... Я, в общем, у меня много, как вы сами сказали, очень много вот этих occupations, да, я занимаюсь театром с очень разных сторон, мне продюсер театральный, и театральный режиссер, и критик, и там, драматург. И мне, казалось бы, надо радоваться, что театр такую роль играет в жизни людей, в стране, которую я считаю свое, так сказать, родной, да. Но я вот вижу в этом какую-то, в этой избыточности некоторой, как вот любая болезнь, понимаете, даже если что-то там... Это симптом. Вы, по-моему, еще так в книге 2005 года, конец театральной эпохи, писали, что Россия театроцентричная страна, даже больше, чем литература центрична. Я на этом настаиваю до сих пор. И, кстати говоря, мне очень легко объяснить, почему власть всегда такой особый интерес к театру проявляла. Понимаете, это же довольно парадоксально, потому что, ну, какая аудитория у театра, она не сопоставима с аудиторией кино, скажем, даже с книжной аудиторией. Понимаете, у нее не может быть никаких миллионных тиражей. По определению, ну, тот самый большой театр вмещает в себе, ну, тысячу зрителей. Понимаете, ну, что это такое с точки зрения 140-миллионного населения страны. А тем не менее, театр все время оказывался в центре внимания. И вот уголовные дела, да, дело седьмой студии, сейчас дело Жени Берковича и Света Петрячук, какие самые громкие, да, они связаны с театром. А вот потому что сами люди во власти, они, может быть, это не отдает себя от чем-то, почему это происходит, но для них театр, конечно, это такой главный вид искусства. Понимаете, его, как за ним, надо как-то особенно приглядывать. Ну, потому что еще власть, наверное, тоталитарная власть довольно перформативна. Ей нужны спектакли, как был перформативен сталинизм. Ну, понимаете, спектакли можно и внутри телевизионных шоу устраивать в каком-то смысле. Нет, но есть там несколько обстоятельств. Во-первых, театр – самое дотационное искусство, поэтому у них в мозгу сидит простая мантра, что кто-то девушку ужинает, тот и танцует, да, и делается то, что мы велим. Во-вторых, конечно, театр – это, понимаете, если вы посмотрите на карту нашей огромной страны, вы поймете, что театр – это как целая сеть, да, огромная, потому что они везде есть, везде, вот от Сахалина до Калининграда в каждом более-менее крупном населенном пункте будет театр, будут театр, иногда много-много театров будет, и все они связаны между собой, и в этом смысле это какая-то сила, понимаете, потому что кино, где оно снимается, понимаете, оно же не снимается, там, в небольших городах и так далее. Литераторы, кинематографисты, композиторы, они так не связаны друг с другом. Театральное сообщество – это действительно сообщество, с этим ты ничего не поспоришь. Так что есть много причин, по которым у власти есть особый интерес к театру, но меня гораздо больше интересует, почему такая притягательная сила для интеллигенции российской, этот самый театр. И вот я отвечаю на этот вопрос. Это выстраивание параллельных миров, в которых ты живешь, и дальше уже можно, понимаете, как-то, ну и бог с ним, что там, понимаете, вот ты как бы ты себя отсекаешь от этой реальности. То есть как бы удивительно... Ну а наркотик, да, такой очередной опиум для народа. Такая иляция, вот связанная с театральными событиями, да, она признак, как ни парадоксального, какого-то нездоровья, потому что тут у меня в Германии тоже много, ну а дневание, одна из самых важных театральных стран мира, даже не Европы, мира просто. Но, конечно, такой зацикленности на театре здесь не существует. Он есть, он играет важную роль, но театр – это театр. Это не более, чем театр, понимаете? А у нас это, конечно, более, чем театр. И был, и вот, и оставался, а сейчас это прямо возведено в какую-то степень. И с другой стороны, театр очень сильно дотационный, как вы говорите, и контролируется, и вот эта вот огромная сеть театров, она вся же вовлечена в огромную пропагандистскую работу. Мы постоянно слышим, как и цензурируются репертуары, как на фасадах вешаются зетки, и вот это все. То есть театры, они тоже часть огромной государственной пропагандистской машины в итоге. Безусловно, конечно. Ну, как бы, если это вообще просто такие государственные театры, то вне всякого сомнения, понимаете? Причем у меня там есть театры, в которых выходят какие-то правильные, с нашей точки зрения, спектакли, поэтому они ездят в Луганск куда-нибудь. Да, они особенно это афишируют. Так что, безусловно. Но, вы знаете, даже когда театр независимый, он все равно очень зависим от государства, потому что он все равно помещается где-то, в кого у него какое-то есть это здание, там канализацию перекроешь, и нету вашего театра. Слушайте, а вот я сейчас думаю, а вообще в России какой пример негосударственного независимого театра? Только театр ДОК, если вспомнить? Почему? Нет, нет, нет. В последние годы, ну, перед войной возникло очень много всяких независимых театров, ну, которые не были государственными, да, но они обычно получали все равно какие-то государственные гранты. Если даже они их не получали, то, повторяю, они все равно, как бы, они пользуются помещениями, которые очень часто принадлежат государству и так далее. Поэтому тут вот от этого самого государства в России очень сложно увильнуть, да, даже как-то не пытайся, ты вот, пример театра ДОК, кстати, вот это, может быть, был один из самых действительно независимых театров, в том смысле, что он там гранты в какой-то момент перестал получать, но мы видели, что его сначала выселили из одного помещения, потом из второго. Всегда найдется какой-то способ уконтропупить. Да. И в завершении нашего разговора расскажите о вашем опыте, о ваших планах по Зальцбургскому театральному фестивалю. Как я понимаю, это такая достаточно особая епархия, потому что там фестиваль основной все-таки музыкальный Зальцбургский, да, а театр... Нет, ну, потому что, как я понимаю, это какая-то очень консервативная институция для вас, которая была программным директором Венского фестиваля Вена Фестволхен. Зальцбург после этого это такая достаточно консервативная история. Значит, коротко, потому что это сложный вопрос. Ну, во-первых, Зальцбургский фестиваль, конечно, это настоящий фестиваль мира. И, в общем, можно сказать, что это ролевая модель всех фестивалей. Он возникает, ну, в том виде, в котором, более-менее, дожил до наших дней в своей драматической части, да, аж в 20-х годах 20-го века, то есть сто лет тому назад, нету ни одного фестиваля, в котором была бы такая история. Конечно, это его новая постась, потому что там вообще фестиваль начинается в последний третий 19-го века, но, в общем, он музыкальный. А вот как театральный фестиваль он возникает в связи с появлением там Макса Райнхарда, Хугла Хоффма Сталя, Рихарда Штрауса, ну, в первую очередь, конечно, Райнхарда. И Райнхард, собственно, он соединяет идею фестиваля с идеей такой модернити, да, в театре, с такой модернистской режиссурой, я бы сказала. До этого никому в голову не приходилось, что это вообще может быть как-то соединено. И все фестивали, которые возникают после Второй мировой войны, они почти все возникают после Второй мировой войны, отнюдь не в 20-е годы, они как бы так или иначе эту модель копируют. Так что Зайбургский фестиваль в этом смысле один из ключевых фестивалей театрального мира. Он состоит сейчас во всех случаях из трех формально равновеликих частей. Это оперная часть, это концертная часть и это шаушпиль, часть такой, драматическая. Вот, в своей концертной и оперной части этот фестиваль, безусловно, невозможно сказать консервативным, он просто это какие-то такие высоты, да, как бы малыша. Я имел ввиду именно театральную, не музыкальную, оперную. Разные годы была, это очень по-разному было, да, но даже если мы забудем о Райнхарте, то, конечно, там в связи с Мартье, например, танцем этого фестиваля, там происходили очень важные судьбоносные события, там была такая программа поощрения, открытие молодых талантов вообще во всем мире, да, которая дала путевку в жизнь многим очень ключевым именам современного театра и так далее. Последние годы, ну там последние десятилетия, скажем, да, он в своей драматической части стал все больше и больше замыкаться на немецкоязычном театре и стал более таким предсказуемо конвенциональным, чем это было до того. Чем, скажем, Авеньон, да? Ну, нет, мы не будем даже сравнивать с Авеньон, чем он сам же, чем сам же Зайдбургский фестиваль, там, скажем, не знаю, 10-15 лет тому назад. И я как бы как раз вижу свою задачу в том, чтобы, как говорится, to make грейси гэнси. Нет, нет, ну, просто как бы вернуть вот эту драматическую часть в пространство, собственно, международной фестивальной жизни, делать ее более visible для, не только, потому что для публика она была в полном экстазе и в те предыдущие годы, но это вот местная публика, а иностранцы, они в основном приезжали посмотреть оперы и послушать концерты, да, сейчас, и я уже вижу, что это произошел, этот перелом, они вот уже в 24-м году, это первый эдишн, который я делаю, в общем-то, на 4 года это тратит, они уже сейчас проявляют огромный интерес к тому, что будет происходить именно в драматической части, но не скажу, что мне легко это делать, мне приходится преодолевать огромное, огромное сопротивление самого разного толка, свойства, сейчас не время, не место тут в это углубляться, но, во всяком случае, программу первого года я сделала ну, практически так, как я ее бы сделала, если бы не было никакого, так сказать, контекста и сопротивления, вот, насколько мне удастся там в следующие годы это сохранить, мне сложно сказать, но уже во всяком случае вот один раз я как бы это... ну, хорошо, пожелаю вам и на этом поприще успеха, ну и что, у нас в гостях была Марина Давыдова, театральный критик, продюсер, режиссер, драматург, и теперь еще и голос, если у вас музей неучтенных голосов, то вы теперь и учтенный голос умирающей империи, который остался, чтобы свидетельствовать. Спасибо, Марина. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».